Скоро исполнится 5 лет с момента начала активных работ по очистке каменного карьера от самостроя, десятилетиями портившего внешний облик Магадана. Процесс шел непросто. Отдельные хозяева незаконных строений пытались устраивать скандальные ситуации, но жизнь расставила все по своим местам. На самом деле объем достаточно большой работы был проведен. Можно это сравнить в цифрах. Например, в самом начале, когда мы готовили постановление о сносе, это у нас постановление было 24-57 от 11 августа 2016 года. Вся работа началась действительно. Было у нас 67 объектов. То есть 67 домов. Они были в разной степени целостности. То есть где-то жили граждане, где-то были уже покинуты, где-то сгоревшие, пришедшие уже в аварийное состояние и в негодность. Но в первую очередь мы убрали большую часть те строения, которые были разрушены. И пришли к тому, что на сегодняшний день мы снесли 55 домов. Осталось в работе еще 12 незаконно возведенных объектов. Несмотря на то, что в них еще остаются люди, видимо, не планирующие предпринимать действия для решения своей жилищной проблемы, представитель муниципалитета обратился с предостережением. Все дома на каменном карьере являются самовольно возведенными строениями. Этот факт подтверждается Бюро технической инвентаризации. Поэтому оставшимся в 12 домах гражданам необходимо заинтересоваться дальнейшей судьбой своих строений, так как муниципалитет в ближайшее время готовит документы для судебных исков о выселении и сносе построек. Магадан посетили исследователи Московского музея истории ГУЛАГа. Делегация из трех человек приехала на Колыму для изучения лагеря. Они пробыли в Магадане несколько дней. За это время изучили инфраструктуру заброшенного лагеря. Своими достижениями о исследовании ГУЛАГа группа поделилась с магаданскими в библиотеке имени Пушкина. И сейчас мы хотели с вами поделиться результатами наших исследований. Надо сказать, что это наша не первая поездка, а я уже даже сбился за счет, это очередная поездка. Первый раз я там оказался в 2014 году и вообще на Колыме. И с тех пор каждый год, иногда по несколько раз приезжаем сюда. И, собственно, идея, которая зародилась несколько лет назад, про музификацию лагеря, а потом она разрослась до создания музейной мемориальной инфраструктуры в Магаданской области. На встрече исследователи представили проект текущей поездки и детально рассказали о ее результатах. О своей работе с ГУЛАГом историки подготовили презентацию. Специалисты рассказали о значимости исследования лагеря. Вообще-то самая главная цель нашей деятельности – это память о людях, о конкретных людях, живых людях, которые там были. Мало того, там были конкретно в этой долине, как и в любой другой, не только заключенные, там были лагерные администрации, тоже разные люди. Для исследования ГУЛАГа с московскими специалистами сотрудничают и организации Магадана. Сотрудники отмечают, что инфраструктуру лагеря они восстанавливают по архивам и информационным центрам ОМВД Магаданской области. Поддержку в исследованиях специалистам оказывает Магаданский областной кровеческий музей. Историки Московского музея истории ГУЛАГа стремятся к тому, чтобы лагерь признали культурным наследием Колымы, отметили эксперты. День памяти и скорби На прошлой неделе прошло заседание правительственной комиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, где обсудили государственную поддержку молодежным и детским объединениям. Сейчас существуют две формы поддержки. Первая – это формирование регионального реестра молодежных и детских общественных объединений. В этот реестр попадают те организации, которые имеют статус юридического лица и численность их членской базы не менее 30 человек. На данный момент в этот реестр входит 7 магаданских организаций. Вторая форма поддержки – это проведение грантового конкурса для этих организаций и распределение финансирования на реализацию социально значимых проектов. На эти цели предусмотрены средства в госпрограмме «Молодежь Магаданской области». Ежегодно 250 тысяч рублей распределяются между этими организациями. Начальник отдела молодежных проектов и программ Алексей Попков рассказал и о других существующих формах поддержки. Если говорить о других формах взаимодействия, формах поддержки, то это информационная, информационно-методическая, образовательная поддержка молодежным и детским общественным объединениям. Два раза в год проходят образовательные мероприятия для этих организаций. Иглашаются эксперты из других регионов, федерального уровня. Мы обучаем специалистов деятельности в данной сфере. Содействуем информационному продвижению деятельности организаций в социальных сетях, посвященных молодежной политике. Все это делается для того, чтобы членская база в данных организациях увеличивалась. Кроме этого, реализуются совместные проекты с общественными объединениями. На все мероприятия регионального уровня члены различных организаций приглашаются в качестве экспертов или гостей. Наиболее отличившиеся участники поощряются денежными премиями. Тем не менее, государство также помогает и тем объединениям, которые не имеют статуса юридического лица. В ночь с 18 на 19 июня в Магадане в устье реки Дугча отметили Хэбденек. Праздник, встреча Нового года по ивенскому календарю, начался с рассветом. Колымчане приняли участие в традиционных северных ритуалах. Благодарение земли, зажжение священного огня, кормление огня, встреча солнце. Магаданцев пригласили присоединиться к обряду Делбурге, пройти через священные ворота. Как отмечают представители коренных малочисленных народов, Хэбденек для них – дань уважения к культуре. Это очень важно, потому что если не будет своих традиций, своей культуры, своего языка, считайте, что и народа нет. Это одна из основных позиций народа, чтобы люди говорили, люди сохраняли. И очень нравится мне то, что здесь приехали старейшины, и у них такое трепетное отношение к культуре и трепетное отношение молодых людей. Традиционно старейшины провели ритуал зажжения священного огня. На Колымехе Хэбденек отмечают с 1997 года. В этом году в праздники приняли участие 8 стойбищ. Это представители коренных народов не только из городских округов, но и области. Приехали с детьми. Молодое поколение должно знать свою культуру и фольклор. Он сейчас приехал на праздник со своими детьми. И я надеюсь, что я буду с ними участвовать, и у нас будет все хорошо. И так же у нас, как везде, у моих... Ольга Яковлевна возле костра. Также на праздники желающие могли познакомиться с региональной выставкой декоративно-прикладного творчества «Нёлтен». На ней были представлены предметы быта, обереги, амулеты и другое. Кроме того, гостей угощали национальными блюдами коренных народов Севера – ухой, бутербродами с икрой и мидиями, пирогами и ароматным чаем. Также магаданцы смогли попробовать оленину по ивенскому рецепту. Как отмечают колымчане, им было интересно окунуться в культуру этого народа. Приехала просто посмотреть, походить в костюме, прочувствовать всю эту прекрасную атмосферу, как люди его отмечают. Мне очень нравится этот праздник, потому что, ну, это поддержание традиций. И представители коренных народов, и гости праздника вместе исполнили танец «ХД». Так дружно и встретили солнце. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. 18 июня в Молодежном центре прошел торжественный концерт, посвященный этому празднику. Для всех гостей данного мероприятия организаторы подготовили танцевальные и музыкальные выступления. Кроме развлекательной программы, работникам медицинских учреждений в городе Магадан вручили почетные грамоты и поблагодарили их за многолетний труд и личный вклад в систему здравоохранения столицы Колымы. Также призеров смотр-конкурса санитарных бюллетеней на тему физкультура, спорт, активный отдых и здоровье и фотоконкурса «Профессия в лицах» наградили грамотами и денежной премией. Конечно, глава областного центра Юрий Гришан не мог обойти стороной это событие. Он лично пришел, чтобы наградить и поздравить медиков с их профессиональным праздником. Бывал я на ваших чаепитиях. Пейте чай. Крепкий чай пейте. Но не забывайте, что после крепкого чая всем вам придется прийти на рабочие места. Вы у нас работаете круглосуточно, спасаете людей. Всего вам самого доброго. Счастья или здоровья счастья. Давайте будем говорить так, потому что от здоровья зависит и счастье ваших семей. Редактор субтитров А.Семкин